Здравствуйте! С вами вновь программа «Личность в историческом процессе» и ее постоянная ведущая Юлия Дубинская. Мы с вами живем на изломе веков, да не просто веков, а тысячелетий. В такое переходное, рубежное время принято оглядываться назад и строить прогнозы на будущее, анализировать, подводить итоги, размышлять о глобальных явлениях. Исторические социальные процессы рассматриваются как некие волны огромного океана, не подвластные нашим желаниям. На их фоне каждый человек – лишь невидимая капля. Однако и на этой, впечатляющей своим охватом панораме, все же видны всплески, отдельные личности, индивидуумы, поистине великие люди. Они – гении. Не только не исчезли в водовороте истории и сумели сохранить свое имя в веках, но и смогли своей жизнью повлиять на движение мировых волн, ход исторических процессов. Наверное, в нашей серии передач, посвященной властителям, полководцам, вы, дорогие зрители, ожидали увидеть в качестве героев программ «Лишь мужчин». Но нет правил без исключения. И наша серия была бы неполной, если бы мы не упомянули здесь о ней. О полководце, никогда не учившемся стратегии и тактике, но сумевшем изменить ход истории. О героине и мученице. О ней. О Жанне Д'Арк. Изображение, которое вы сейчас видите на экране, уникально, так как это единственное прижизненное изображение орлеанской девы. О Жанне Д'Арк мы знаем больше, чем о ком-либо другом из ее современников. И в то же время трудно найти среди людей XV века другого человека, чей образ представлялся бы потомком таким загадочным. Родилась она в деревушке Дом Реми в Лотаринге в 1412 году. Известно, что она рождена от честных и справедливых родителей. В ночь на Рождество, когда народы имеют обыкновение в великом блаженстве чтить труды Христовы, вошла она в мир смертный. И петухи, словно провозвестники новой радости, кричали тогда необыкновенным, до сих пор неслыханным криком. Видели, как они на протяжении более чем двух часов хлопали крыльями, предсказывая то, что суждено было этой малютке. Об этом факте сообщает Персиваль де Булинвелье, советника Камергер-короля в письме Милонскому герцогу, которая может быть названа первой биографией Жанны Дарк. Вот так сейчас выглядит дом, где родилась Жанна. Она жила в Дом Реми с отцом, матерью и двумя братьями, Жанном и Пьером. Родители Жак, Дарк и Изабелла были по местным понятиям не очень богатыми. Неподалеку от деревни, где выросла Жанна, росло очень красивое дерево, прекрасное как лилия, как заметил один свидетель. Вот этот вид открывался собиравшимся на холме у знаменитого дерева. По воскресеньям здесь собирались деревенские юноши и девушки. Они танцевали вокруг волшебного дерева и умывались водой из соседнего источника. Дерево называли деревом фей. Говорили, что в незапамятной древности вокруг него танцевали чудесные существа, феи. Жанна также нередко ходила туда. Когда ей исполнилось 12 лет, пришло к ней первое откровение. Внезапно перед очами ее возникло сияющее облако, из коего раздался голос. «Жанна, тебе пристало другим путем идти и чудесные деяния совершать, ибо ты та, которую избрал Царь Небесный для защиты короля Карла». «Вначале я очень испугалась», — писала Жанна. «Голос я услышала днем, это было летом, в саду моего отца. За день до этого я постилась. Голос пришел ко мне с правой стороны, оттуда, где была церковь. И с этой же стороны шла великая святость. Этот голос всегда руководил мной». Позднее голос стал являться Жанне каждый день и настаивал, что нужно идти и снять осаду с города Орлеан. Голоса называли ее Жанна де Пюссель, Черь Бога. К первому голосу, который принадлежал, как думается Жанне, архангелу Михаилу, присоединились вскоре голоса святой Маргариты и святой Катарины. Всем тем, кто пытался преградить ей путь, Жанна напоминала древнее пророчество, которое говорило, что Францию погубит женщина, а спасет девица. Первая часть пророчества сбылась, когда Изабелла Баварская заставила своего мужа, французского короля Карла VI, объявить своего сына Карла VII незаконным, в результате чего ко времени Жанны Карл VII был не королем, а только дофином. Я пришла сюда, в королевскую палату, для того, чтобы говорить с Робером де Бодрикуром, дабы он отвел к королю или приказал своим людям отвезти меня. Но он не обратил внимания ни на меня, ни на мои слова. Тем не менее, мне необходимо предстать перед королем в первой половине поста, пусть даже для этого я сотру себе ноги до колен. «Знаете, что никто, ни король, ни герцог, ни дочь шотландского короля, ни кто-либо другой не сможет восстановить французское королевство. Спасение может прийти только от меня. И хотя я предпочла бы остаться с моей бедной матушкой и прясть, не в этом мое предназначение. Я должна идти, и я сделаю это, ибо моему господину угодно, чтобы я действовала таким образом». Такое обращение Жанны услышал Робер де Бодрикур. Капитан Дом Реми и Вакулера. Адресат был выбран не случайно. Дело в том, что местный голова Бодрикур имел в близких друзьях Рене Анжуйского, помолвленного с дочерью Карла II Лотаринкского и, следовательно, приближенного ко двору. Такой путь от Бодрикура через Рене Анжуйского к Карлу Лотаринкскому был для Жанны кратчайшей дорогой к дофину Карлу. Трижды ей приходилось обращаться к Роберу де Бодрикуру. После первого раза ее отправили домой, а родители решили выдать ее замуж. Но Жанна через суд сама расторгла помолвку. В один прекрасный день прибыл гонец из Нанси от герцога Лотаринкского. Герцог Карл II Лотаринкский оказал Жанне милостивый прием. Он пригласил ее к себе в Нанси. Карл Лотаринкский вовсе не был союзником Карла Валуа. Напротив, он занимал по отношению к Франции позицию враждебного нейтралитета, тяготея к Англии. Эта встреча укрепила позиции Жанны в общественном мнении. Бодрикур, комендант Вакулера, изменил свое отношение к девушке и согласился отправить ее к дофину. Уже в Вакулере она одевает мужской костюм и отправляется через всю страну к будущему королю Карлу. Испытания продолжаются. В Шиноне под именем Дофина ей представляют другого, но Жанна безошибочно из трехсот рыцарей находит Карла и приветствует его. Во время этой встречи Жанна что-то сообщает Дофину или показывает какое-то знамение, после которого Карл начинает ей верить. Знамение могло убедить наследного принца Карла, но не его придворных и тем более противников, облеченных реальной властью. Начались длительные проверки и расследования. Собирается подробная информация о Жанне, которая в это время находится в Пуатье, где коллегия ученых-богословов и епископства Пуатье должна вынести свое решение. Жанну поселили в доме мэтра Жанна Робато, адвоката Парижского парламента, присоединившегося к королю двумя годами ранее. Нескольким женщинам было поручено тайно наблюдать за ее поведением. Жанну неоднократно допрашивали, и следствие заняло примерно три недели. Некий адвокат парламента Жан Барбон вспоминал следующее. От ученых-богословов, с пристрастием изучавших ее и задававших ей множество вопросов, я слышал, что отвечала она весьма осмотрительно, как если бы она была хорошим ученым, так что их повергли в изумление ее ответы. Они считали, что в самой ее жизни и ее поведении крылось нечто божественное. В конце концов, после всех допросов и расспросов, проведенных учеными, они пришли к заключению, что в ней нет ничего дурного, ничего противоречащего католической вере, и что, принимая во внимание бедственное положение короля и королевства, ведь короли, верные ему жители королевства, пребывали в это время в отчаянии и не знали, на какую помощь еще надеяться, если только не на помощь Бога, король может принять ее помощь. В этот период Жанна обретает меч и знамя. По всей вероятности, дав ей право иметь личное знамя, дофин приравнял ее к так называемым знаменным рыцарям, которые командовали отрядами своих людей. Жанна имела под своим началом небольшой отряд, который состоял из свита нескольких солдат и обслуги. В свиту входили оруженосец, духовник, два пажа, а также братья Жанны, Жак и Пьер, которые присоединились к ней в туре. Еще в Пуатье дофин поручил охрану Рдевы опытному воину Жанну Далону, который стал ее оруженосцем. В этом храбром и благородном человеке Жанна нашла наставника и друга. Он обучал ее военному делу, с ним она провела все свои походы, он был рядом с ней во всех битвах, штурмах и вылазках. В ее подчинении оказались также два Герольда, Амблевиль и Гиен. Герольда – это гонцы, одетые в ливреи, позволяющие опознать их. Они были неприкосновенны. Сей факт о многом говорил современникам Жанны. Раз едали двух гонцов, значит, король стал относиться к ней, как к любому другому воину высокого ранга, облеченному полномочиями и несущему персональную ответственность за свои действия. Королевские войска должны были собраться в Блуа. Именно в Блуа, пока там находилась армия, Жанна заказала хоругвь. Духовник Жанны растроган почти религиозным обликом выступающей армии. Когда Жанна выступила из Блуа, чтобы идти в Орлеан, она попросила собрать всех священников вокруг этой хоругви, и священники шли впереди армии и пели антифоны. Так же было и на следующий день. А на третий день они подошли к Орлеану. Карл медлит, Жанна его торопит. Освобождение Франции начинается со снятия осады Орлеана. Это первая военная победа войска верного Карлу под предводительством Жанны, что является одновременно и знамением ее божественной миссии. Для освобождения Орлеана Жане потребовалось девять дней. Солнце уже склонялось к западу, а французы все еще безуспешно сражались за рог передового укрепления. Жанна вскочила на коня и отправилась в поля. Вдали от взоров Жанна погрузилась в молитву между виноградных лос. Продолжение следует...